Добрый день! С вами Ситков Александр, руководитель военно-исторического клуба «Каролинк», сотрудник проекта «Старинная игротека». Сегодня я вам расскажу про такую старинную игру, которая называется «Дальдоза». Название сложное, название скандинавское. Оно обозначает «Дал-1», «Доз-2» – значение вот такого пролепипеда, вот такого вот игрального кубика Д4. Почему мы рассказываем про игру 18-19 века в рубрике «Старинных игр», в рубрике «Игр Руси и Орды»? Дело в том, что у нас в Новгороде Великом были найдены в слоях 11-12 века вот такие вот доски. Как и многие доски для игр того времени, которые находят археологи, оно сделано очень топорно. Она вырезана ножом, подрублена топором, и вторая, похоже, доска, она немножко более вытянутая. Почему мы знаем, что это игра, а не какая-нибудь счетная доска, на которую мы могли выкладывать какие-нибудь деньги или что-то считать, или просто даже не знаем, что делать. Потому что на одной из этих досок с обратной стороны была уже известная нам мельница. Наше сообщество игроведов решило, что, возможно, в эту игру играли, ну, почти так же, что здесь расставляли фишечки по краям, кидали кубики. А главное, что кубики, которые присутствуют в этой игре, также находятся в Новгороде Великом. Они выглядят немножко по-разному. Возможно, это дополнение к этой игре. А возможно, ими играли и немного иначе. Об этом я расскажу в другой раз. Сейчас вернемся к Дальдозе. Правила, которые нам известны, с ними тоже целая детективная история. В конце 19 века в Швеции один исследователь нашел на чердаке вот такую лодочку с частью фигурок. Что это была за игра, он не знал. Он написал в газете, пообещал денежное вознаграждение тому, кто узнает правила. И через какое-то время нашлась женщина, которая знала эти правила и рассказала о том, как в детстве играла с отцом такую игру. Игра потом несколько раз возрождалась. Возрождалась она, допустим, во время немецкой оккупации. И белые были, соответственно, норвегами, а черные немцами. Ну, потом она ушла в небытие, поскольку появились другие, более динамичные и интересные игры. Сегодня мы ее снова достали, снова сделали и пытаемся в нее сыграть. Суть игры такова. На лодке, на корабле стоят две команды матросов. Скорее всего, одна из них запрыгнула сюда, как на абордаж. И они стоят и ждут, чтобы броситься в атаку и начать друг друга выбрасывать за борт, чтобы захватить корабль. Для того, чтобы они начали бегать, им надо дать команду. И один из капитанов команд, давайте я буду руководить черными, например, пиратами, вы будете руководить белыми, например, матросами. Вы выбрасываете кубики. У вас выпадает 4 и 4. То есть можно сходить двумя активированными фишками на... Либо один раз на 4, другой раз на 4, либо одной фишкой на 8. Но штука в чем? У нас нет ни одной активированной фишки. Для того, чтобы фишка проснулась, активировалась, ее должна выпасть буковка А. В начале игры буковка А – это активация фишки. В конце игры, когда все фишки повернуты флажками назад, активированы, или если играть фишечками, то мы их просто переворачиваем головой вверх. Вот. Тогда буковка А становится единичкой. И у нас все ходы 1, 2, 3, 4. Теперь мой ход. Ходят пираты. Активация 3. Активация. Раз, два, три. Ваш ход. Опять нету. Не везет. Но давайте предположим, что у вас выпала активация 4. Вы поворачиваете фишку флажком назад и делаете… Нет-нет-нет, дырочка вот здесь. Раз, два, три, четыре. Обратите внимание, что у нее выпало число большее, и она просто перепрыгивает через эту фишку. И урон ей не наносит. А если бы последний ход пришлось бы как раз вот на это место, то вражескую фишку мы бы выбросили без жалости за борт. Когда фишка доходит до кормы, я ее нечаянно повернул носом, да, то она заходит в тыл противнику и начинает ходить и рубить противника с тыла. Попробуем смоделировать данную ситуацию. Например, у вас выпало 4.2, и мы можем сделать даже одной фишкой два хода. Раз, два. Раз, два, три, четыре. И с этих пор активированная фишка бегает через среднюю палубу только по вражескому борту. А черные фишки, активировавшись, вот, начинают бегать по борту белых. И активированные фишки потом пересекаются только на среднем палубе. Побеждает тот, кто срубит всех. Ну, для того, чтобы сделать игру более динамичной, чтобы не ловить последнюю фишку, потому что это бывает очень долго, мы обычно играем до одной фишки. То есть у кого осталась одна фишка, тот проиграл. Игра замечательная, игра динамичная. Ее очень любят взрослые, ее очень любят дети. Сделать ее можно, опять же, из чего угодно. Не обязательно ее делать вот так, с такими дырочками и такими вот кулышками. Как я уже показал, ее можно просто начертить на каком-то листе, на доске, на асфальте. И играть фишками, переворачивая их для активации. Ну, кубики тоже можно сделать из чего угодно, из подручных материалов. Играйте в старинные игры, любите историю. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok